Всем привет, всем мы знаем, что пшено это любимая прикомочка леща, и в этом видео я расскажу и покажу как для таких вот кормушек, одной из них пружинки, а второй арбуз, сделать вот такую пшеночку, которая превосходно держится в таких кормушках, на первый взгляд кажется рассыпчато, но это кажется только на первый взгляд, на самом деле имеет хорошую консистенцию, при ударе об воду не вылетает, лепится прекрасно в шары и рассыпается, как для кормушки пружины, так и для кормушки арбуз. Пропорции у данной прикормочки один к двум, то есть на 100 грамм шина берем 200 грамм воды, советую делать прикормки столько, чтобы ее хватило на рыбалку, но и сильно много тоже готовить не нужно, чтобы потом это все дело не выкидывать, потому что баушная прикормочка уже за ловлю личико никак не пойдет, то есть доводим воду до кипения, допустим мы взяли 300 грамм шина, значит нам понадобится 600 грамм воды, после этого, когда вода закипела, высыпаем туда прикормочку, доводим опять же до кипения, когда вода с пшеном закипит и варим 5 минут, 5, больше варить совершенно не нужно, хватит, после этого закрываем крышкой и оставляем на газу на 15-20 минут, через 15-20 минут откройте крышку, перемешайте содержимое ложкой, но крышку не закрывайте, пусть вот эти излишки воды лишние, у нас пшено еще будет горячим, испарятся, просто испарятся, и оставьте это все дело до полного остывания, именно в кастрюльке, когда уже кашка прикормка остынет, вот эта пшенка, после этого переложите в ту емкость, можно пакет, можно ведерко использовать, то есть в ту емкость, в которую вы пойдете на рыбалочку, и получите прекрасную вот такую консистенцию для таких кормушек, как пружина, кормушка, арбуз и им подобное, превосходно держится в кормушках, не вылетает при ударе обводу, достигает дна, и там уже все это дело хорошо, прекрасно рассыпается, если ролик был полезен, пальчик вверх, если бесполезен, пальчик вниз. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 прикормку, делать вам ее нужно под свою филерную кормушку. В данном случае подходят кормушки пружины или же кормушки открытого типа. Кормушки закрытого типа для всех видов каш, каш прикормок не подходят. Итак, сахарную пудру я соединил с киселем, но сейчас я высыпать ее туда не буду. Я еще раз помешаю, потому что пшено мне еще пока не сварилось. Весь процесс варки до этой минуты был примерно где-то 7-8. То есть прошло 7-8 минут. Если я сейчас вот это все дело высыплю туда, в кипящую воду, то у меня она будет по краям кастрюли. Это не совсем как говорится, то, что нам хочется. Я обычно никогда так не делаю и в кипящую воду не добавляю ни киселя, ни каких-то таких других ингредиентов, которые могли бы оказаться на стенках нашей кастрюли. Что потом, в принципе, не есть хорошо. Кстати, пшено можно очень легко проверить. Сейчас производители пшена, они разные. Поэтому подцепите ложкой пшено и раздавите. Если все раздавило, все хорошо. Пшено готово. После того, я выключаю газ и вот в этот момент, когда уже наше пшено дошло, то есть каша уже готова, я очень быстро и энергично все это дело перемешиваю. То есть перемешиваю сахарную пудру и кисель. Почему? Потому что кисель имеет свойство превращаться в комочки. Даже если вы высыпаете его в горячую, как говорится, кашу, либо в воду. Поэтому надо очень энергично все это дело перемешивать. И закрываю на 20 минут. 20 минут прошло. Последний ингредиент, который мне понадобится, это ванильный сахар. Сейчас я его сюда высыплю и все это дело перемешаю. Кто-то сейчас, как только я перемешивать начну, скажет, да бляха-моха, чувак, да у тебя же пеконка-то какая-то жидкая, там же все помывается. Не нужно забывать, что когда каши остывают, а каша в этом случае у меня еще горячая. Прошло еще некоторое время, я специально взял зеркальце для того, чтобы показать, что уже испаривания нет, но кастрюля все еще горячая. Как видите, испаривания на самом зеркале еще пока нема. А вот та самая уже консистенция, пока кастрюлька все еще горячая. Каша будет еще все еще загустевать, еще будет становиться густее. Вот такой видеорецепт результативной и вкусной кашей прикормки для вещей, о которой я уже неоднократно использовал на своих рыбалках. Привет всем, друзья! Сегодня я покажу одну прикормочку для ловли лечика. Мне понадобится размоченный хлеб. Чтобы не тратить время в видео, я его заранее размочил. Делать с этого, в принципе, не очень долго. Достаточно залить водой холодной и через 5-7 минут он распухнет. Делать, по-моему, две кормушки пружины и заловли на слабом течении. Еще сварил овсяную кашу. Она нам понадобится. Сколько съел сам, остальное оставил как раз для этого видеорецепта. Ну, а если хлеб залить горячей водой или теплой, то буквально хватит минуты-две. Пропорции 1 к 2. То есть, на 100 грамм каши овсяной 200 грамм хлеба. Или наоборот, на 200 грамм хлеба 100 грамм каши. Кому как удобно. Все это дело перемешиваем, используем для кормушки пружины на слабом течении. Для ловли на среднем и сильном не покатит, потому что прикормку в кормушке пружине на дне достаточно далеко отнесет. А из простой обыкновенной фидерной кормушки такая прикормка не вымается. Перемешиваем все это дело. И сейчас мне еще понадобится сама овсянка, потому что получилось слегка жестковато для нужной консистенции. Сейчас добавим к овсянке овсяночку сухую. Она заберет излишки как говорится влаги, чтобы все находилось у нас в кормушке пружине крепко. А не так, чтобы при ударе об воду все повылетало к чертям собачьим и всем. Ловил как-то на озере в нашем городском клеваре карасики. Еще мне понадобится вот такая штука называется имбирь. Продается во всех продовольственных магазинах. Штука классная, рыбке нравится, полезно без ГМО. Ну, штука это имбирь, полезно не только рыбе, можно и добавлять как говорится в разные спец игру, кулинарные какие-то блюда, можно добавлять к чаю, штука очень вкусно. Используется как ароматизатор в принципе. Очень вкусная штука. Советую попробовать. Можете добавить к еду, можете добавить к чаю и перемешиваем все это дело. Я когда на озере ловил карасиков используя ее как прикормку для поплавочки собрались все карасики. После этого, когда прикормочка уже позагустила, добавляем ее в кормушечку пружину. Караси все сплывися. Еще сплывися чайки, еще сплывися утки. Уток и чайки потом отгонял удочкой. А клёп на поплавочку был обалденный. сплывися. сплывися ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА